Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами разберем, что же такое простатит коротко. Простатит – это одно из наиболее распространенных урологических заболеваний у мужчин, особенно после 30 лет, и выражается он в воспалении предстательной железы со всеми признаками воспаления – это болезнь, отек, покраснение, увеличение, уплотнение, повышение температуры, возможно, и так далее. Соответственно, наиболее часто причиной простатита являются различные инфекции. Какие пути вообще попадания инфекции в простату возможны? Это нисходящий путь, когда инфекция попадает с мочой, допустим, из почек. Это восходящий путь, наиболее часто, когда из уретры попадает после полового акта, например, различная инфекция. Это гематогены, когда через сосуды, и лимфогены, когда через лимфатические сосуды. Какие факторы риска и способствующие более раннему простатиту есть? 1. Сидячий образ жизни, малоподвижный образ жизни, нарушение нормального ритма половой жизни, отсутствие половой жизни или наоборот слишком частое после долгого отсутствия сексуальная жизнь. 2. Переохлаждение, особенно в детском возрасте или пожилом возрасте. 3. Заболевание, передаваемое половым путем, которое в ряде случаев является не только фактором, но и самой причиной простатита, такими, например, холомидии, трихомонады являются одной из самых активных возбудителей простатита из-за быстрого проникновения в предстательную железу, возможно травма ткани предстательной железы, сниженный иммунитет под воздействием различных факторов, в том числе ВИЧ-инфицированных, ну и также некоторые нарушения в питании, такие как острая пища, соленая и т.д. Все эти факторы могут способствовать более быстрому возобновению простатита. Да, даже при отсутствии этих факторов простатит часто наблюдается у лиц старше 50 лет, однако при наличии этих факторов возобновения простатита зачастую бывают их 20 и даже ранние лет у достаточно молодых мужчин. Какие признаки простатита наиболее характерные выделяют? Ну, соответственно, при остром простатите это островоспалительные явления в виде подъема температуры, в виде болезненной дефекации, в виде болезненного мочеиспускания. Также более такие скрытые признаки – это прерывистые затрудненные мочеиспускания, это нарушение механизма эрекции, особенно при длительной простатите, это появление жжения в уретре, иногда даже жжение в удивительной ямке, т.е. впереди уретры также бывают признаки простатита, а также жжение в промежности там, где находится в принципе простатитная железа. Учащенные позывы к мочеиспусканию за увеличение простаты из-за воспаления ее, перед началом воспаления на мочеиспускательный канал. Также, если мы рассмотрим мочу, то часто там можно увидеть плавающие нити гноя в моче, тянущиеся выделения из уретра, особенно появляющие часто при гификации. В начале простатита длительная эрекция, у человека удлиняется полуэлапт. Если это хронический простатит, достаточно старый, то здесь ускоренные семидзержения часто сопутствуют простатиту, ну а также повышенная вытавляемость, слабость организма, тревожное состояние у мужчин, часто это психическая депрессия, связанная с различными сексуальными нарушениями. Ну и естественно, что все это ведет к существенным снижениям потенции и различным нарушениям нормального полового акта. Но, как я уже сказал, острый простатит начинается с температуры, температуры бывают периодически 39-40 градусов, это происходит с жаром и ознобленным увеличением лимфатических узлов в паховой области. Часто мочеиспускание при остром простатите из-за резкого воспаления в предстательной железе затруднено, оно достаточно болезненно, развивается отек предстательной железы, который может вызвать даже острую задержку мочеиспускания, что является показанием к неотложной помощи и к опорожнению с помощью катетера мочевого пузыря. Что касается хронического простатита, то здесь конечно симптомы такого заболевания более неяркие, они отличаются достаточно стертой симптоматикой, пациент часто привыкает к этим симптомам и считает, что они уже являются нормой. Из основных симптомов это значительное снижение потенции, это снижение либидо, увеличение к противоположному полу. Это ослабевание струи при мочеиспускании, ноющие слабые боли в промежности, крестце, прямой кишке, отдающие часто в уретру, особенно часто в яичке, мужчина думает, что у него поражена мошонка, а это просто простатит, ну и неприятные ощущения изжения в уретре, это наиболее частые симптомы хронического простатита. Какие последствия наиболее часто оставляет простатит, особенно при хроническом течении? Это конечно же снижение потенции, это нарушение половой функции, это бесплодие, потому что простаты участвуют и в гормональном обмене мужчины, и соответственно простаты вырабатывают жидкую часть спермы, это выматывающие боли в промежности, депрессии, разные психические нарушения, связанные с нормальным половым актом. Что касается лечения простатита, естественно, что оно происходит в основном медикаментозно и физиотерапевтически. Простата, по сути дела, это железа, которая нуждается при наличии гной внутри, просто в том, чтобы гной этот эвакуировать и, по сути дела, еще не допустить образование новых портигной внутри простаты. Вот эти два достаточно простых, как бы две простых цели лечения простатита и выполняются в плане лечения простатита. Какие же препараты употребляются в лечении простатита? Это антибиотики, это препараты противовоспалительные, препараты, улучшающие кровоснабжение и снимающие спазм гладкой мускулатуры мочеиспускательного канала. Также, естественно, что необходимо соблюдать диету, нормальный режим сексуальной жизни и, соответственно, проходить физиотерапию и массаж в ходе особенно лечения хронического простатита. Что касается наиболее важного вопроса пациента, какие антибиотики мне пропить? Естественно, что для того, чтобы определить, какие антибиотики, необходимо, во-первых, включить половые инфекции, потому что они лечатся специфическими антибиотиками. Во-вторых, сделать один из главных анализов – это посев секрета простаты на бактерии, чувствуете к антибиотикам, желательно двух-трехкратно, чтобы понимать, какие антибиотики нужно конкретно в вашем случае. Естественно, что антибиотики не являются главным препаратом в лечении простаты, потому что, если мы даже просто эвакуируем грамотно гной, то это уже принесет существенное облегчение. Поэтому лечение простатита должно быть комплексным, но это не пустые слова, а реально проверенные факты, и, соответственно, антибиотики являются лишь одним из препаратов для лечения простатита. При необходимости диагностики и лечения простатита Вы можете обратиться к урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве. Смотрите другие видео по простатитам на нашем канале и на нашем канале в Инстаграме. Ждем Вас в нашей клинике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова